ну что друзья всем здравствуйте вы на канале стас недвижка меня зовут Станислав Решко это Ева сегодня мы говорим про то как возможно реализовать вот такой вот проект купить себе дом имея всего лишь 20 процентов денег от общей стоимости но помимо этого мы придем в гости к моему другу к очень интересному очень глубокому человеку который смог объединить в себе деньги социальную реализацию материальную реализацию семейную реализацию но и духовную составляющую потому что зачастую многие разделяют это и не могут найти баланс между одним и вторым безусловно мы поговорим про загородную жизнь про уют про комфорт про смысл жизни про деньги про состояние про будущее про общество в общем это такой душевный выпуск я желаю вам приятного просмотра вдохновляйтесь образовываетесь получать ответы на свои вопросы помните что вопросы с недвижимостью покупка продажа или инвестиции сейчас всякое бывает кто-то быстро продает кому-то быстро нужно заземлить свои денежные средства вы знаете к кому обращаться ниже будут мои контакты а мы начинаем выставили свой дом продали его на второй день второй день воля наверно хорошего дома все и дело что нет да действительно немногие об этом думают потому что они находятся в состоянии они делают мечту но они потом вспоминают и многие вспоминают как бы с горечью и 25 как и двадцать пятерки грузу 18 скорее всего вас может быть людям больно люди потеряны люди устали себя обманывать только сейчас начали понимать что они очень долго себя обманывать мы его купили за 12 продали 24 500 поездка 40 ну там у меня 45-50 минут до офиса на арбате в принципе что есть удаленность от города и иногда на какие-то встречи или как это предложение ты уже так отвечаешь отказом сначала думал минус а он тогда просил миллион сто в долларах подержу с удовольствием на алтае прям вот я прям вижу там полноценную общину в хорошем смысле слова в современном смысле этого слова туда куда могут приехать созвучные люди которые уже не привязаны городу блин это очень ну просто посмотри какая красота ну игорь ну вообще мы находимся в поселке княжье озеро расположенном в окружении леса в 25 километрах от москвы за 25 минут отсюда можно доехать по новорижскому шоссе до города на 150 гектарах построили 500 домов по 25 проектам с участками от 7 до 35 соток вся инфраструктура новой риги в 10 минутах езды дорога для ближайших супермаркетов типа азбук и вкус алые паруса или перекресток занимает не более 10 минут также школы детские сады медицинские спортивные торговые центры ведется патрулирование видеонаблюдения в поместье могут заехать только жители и гости по приглашению все соблюдают регламент проживания и уважительно относятся друг другу мы приехали в гости к моему другу игорю мгеладзе его семье но собственно говоря сейчас я вас с ними познакомлю я то с тобой уже знаком прекрасно понимаю полноту и глубину твоей личности как бы ты сам себя представил кто такой игорь мгеладзе смотри есть роли и там понятно предприниматель медицина то есть но это то что на верхнем уровне это то что проявлено то через что я взаимодействую с миром вот я себя если уже так как бы в глубину нырять то точно считаю исследователем это уже для меня позиция в которой я живу в том числе внутри этих ролей ты однозначно считаю все таки себя ну как бы это не звучало возвышен но духовным существом я понимаю что я здесь прохожу опыт на что это для меня определенный университет внутри которого я нарабатываю свойства качества и в том числе такое понимание себя дает мне больше устойчивость внутри разных событий которые могут происходить а реализуешь ты эту позицию вот ключевая твоя роль в которой ты реализуешь эту позицию ты предприниматель предприниматель да это достаточно активная роль на то есть через то но через эту роль я привношу изменения мир как бы это основная роль через которая делал свой вклад вот но она не едино да то есть у меня я отец я сын я муж да то есть но как бы ролей достаточно много но если говорить про такую социальную активную то конечно предприниматель мы находимся в целом потрясающем доме и он действительно потрясающий по своей атмосфере по своему уюту в нем очень много деталей но очень хорошо спланирован в нем много разных зон он очень классно находится на прям у воды с видом на воду допустят небольшая вода но эта вода это уже огромная ценность для загородного дома как ты здесь оказался почему здесь история интересная вообще мы жили относительно недалеко от этого поселка тоже загорода да 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 мы еще в двенадцатом году с супругой когда у нас появилась первая дочь что в городе не совсем наше место не тот ритм хотелось уже немножко больше такого спокойствия поближе к природе да потому что я точно могу сказать что я еще и такой предприниматель друид а то есть я люблю босыми ногами ходить по земле и люблю сидеть и обнимать деревья но сидеть рядом с деревьями обнимать и мы переехали сначала ряда в Павлово жили какое-то время там в Павловские озера поселок вот в один прекрасный момент моя супруга она в этом плане такой хороший импульс всегда для меня проснулась это было на самом деле достаточно неожиданно проснулась и говорит все нам нужно переезжать связано это было с ну как мы потом уже анализируем чтобы нам было интересно это как кейс разобрать связано это было в том числе с тем что поселок которому купили дом он вроде как бы был достаточно такой интересный замысел с точки зрения реализации но половину поселок построили потом начался кризис как раз там четырнадцать пятнадцатый год и приморозили и мы приняли решение смотреть супруга начала анализировать все что здесь есть по этому направлению новая рига вот мы поняли что ну то есть она мне поехали я нашла поселок но вот хочу тебе его показать у нас есть фотка это когда мы приехали сюда первый раз вдвоем и она мне показывала поселок и объяснял почему как бы он не нравится и одна из причин то что он действительно живой то есть вот этот поселок в котором люди живут здесь прям как бы жизнь и круто было внутри вот этого нашего знакомства да еще этот факт что я где-то года за полтора до того как мы оказались здесь солей был в этом поселке приезжал на день рождения товарищу я тогда не запомнил название поселка но по возвращению олик сказал тебя блин был в прикольном поселке типа но клевое место тут недалеко вот и когда мы здесь оказались эту тему да ладно это школа вот помнишь я тебе рассказывал то есть уже такой знаешь мэть как бы у нас случился и мы приняли решение переезжать причем но в нашем случае это игры был такой прыжок веры мы имея собственный дом в трех километрах мы сразу сняли здесь то есть мы как но у нас была такая достаточно ясная картина что нам для того чтобы действительно это решение принять для того чтобы процесс запустился нужно взять и совершить этот переезд потому что мы понимали что мы сейчас здесь пока купим пока найдем пока там соберем на это деньги потому что денег но не хватало дома на тот наш бюджет были достаточно дорогие но как бы у нас не было столько денег вот поэтому мы приняли решение что мы сюда переезжаем снимаем ну и дальше соответственно будем разбираться так мы собственно говоря и сделали переехали сняли здесь дом и начали уже смотреть выбирать участки получилось что сначала выбрали другой перед сделкой точно уже на самой сделке отказались по причинам связанного как раз колебать доллар потому что владелец хотел чтобы в долларах сделка была а мы договаривались о том что у нас будет рассрочка потому что у вас не было всей суммы насколько было всего он тогда просил миллион сто в долларах ну доллар тогда стоил что-то типа 65 где-то там летал вот причем у него дом был в котором но мы согласны были жить то есть я имею ввиду что мы когда осмотрели дом он нам понравился и мы могли бы условно переехать в него когда мы поняли что не готовы идти в эту сделку ну прямо на на сделке сказать что давайте возьмем паузу начали смотреть а здесь было вот предложение по этому участку но предложение было такое что там типа 60 миллионов и при этом ну дом как бы мы понимали что нам нужно будет точно что минимум с очень таким при полноценным ремонтом заезжать с реконструкцией возможно и я ольге предложил говорит но она общаться постарел там я говорю предложит наши условия 50 от срочка готовы дать аванса 10 и там до конца года остальные деньги вот и на наше удивление продается вышел на контакт вот и вся эта история закрутилась и дальше там еще череда таких событий точнее одно событие уже было до этого вот интересно надо это все кнор ты понимал это буквально дни а то есть это мы вот переехали выставили свой дом на продажу тот вот в это же время мы смотрим это то есть это вот прям все вот прям там один два дня и на старте было сразу два таких очень прикольных момент первое то что он пошел нам на встречу что я честно говоря тогда не думал что такой будет а второе это то что мы выставили свой дом продали его на второй день второй день и продали я я когда она наверное хорош в том-то все и дело что нет я дети честно говорю это одно для меня это был шок мы пригласили друзей на новоселье но это там было условно мы заехали там через неделю и там решили спраздновать носили лёля выставляет дом в субботу мы воскресенье празднуем новоселье звонок она говорит ой там покупатель переехал но хотят посмотреть риал то просто подъехать а вы только заехали за переезжать так говорю мы от не смотрим из того дома с нашего переехали сюда все мы сняли здесь в аренду дом а все поселки понял вот и через неделю там празднуем новосель там через неделю через вот здесь мы уже по сделке все у нас уже идет процесс переговоров то есть он там вроде утрясаем то есть уже пространство точно было уверенно что мы идем в это дело вот мы выкладываем приезжают люди поле мне звонит говорит они просят скидку я говорю типа сколько полмиллиона игра какая изначально цена 25 игру какие 25 тигр за 18 скорее всего мы сможем продать все она поставила но такую хорошую цену и я говорю ну не поверю пока задаток нельзя на следующий день и принесли задаток и знаешь в чем прикол этот дом до сих пор продается это тот кто его купил тот кто его купил он купил его оказывается какой-то своей девушке то и не понравился то что и хотелось там у нас деревян вот он выставил на продажу до сих пор вот если одну думаю что значит как-то пространство так сыграл вопрос но какая красота природа и погода слушай если минусы с которыми ты столкнулся в загородной жизни сначала воспринимал что поездка 40 ну там у меня 45-50 минут до офиса на арбате что это минус ну и в принципе что есть удаленность города и иногда на какие-то встречи или какие-то там предложения ты уже так отвечаешь отказал думал минус а потом понял что плюс начинаешь сортировать куда ехать куда не ехать когда ты живешь в москве в этой 15-минутной 20-минутной дальности подлета то можно быть неразборщиком встречах а часто ты ездишь голоду сейчас 23 раза в неделю ну бывают конечно периоды как работаешь каждый день да у меня кабинет здесь работаю спокойно как бы есть опять же давай там суббота как правило с семьей провожу вот плюс у меня многовато поездок которые не предполагают нахождение в принципе в москве да там либо за границу либо стране там понятно что нет как сейчас да небольшая поездочка у нас там планируется намечать немножечко да там глядишь и там глядишь и кино придется снимать целое что мы единый организм и стремится в каждом моменте проживания жизни своей этому следовать забили это когда все в достатке что весь твой творческий потенциал может быть реализован потому что все необходимые ресурсы есть осознать что у него все в достатке уже сейчас потому что на самом деле у нас всегда есть все необходимые ресурсы для следующего шага хотя ответа вопрос часть часть это состояние если коротко потому что многие считают что это где-то там впереди это здесь сейчас фразу которая часто говорю да там на выступлениях не существует пути к счастью счастья есть путь вот это осознание на переключение с того что сейчас мне надо вот как бы там я буду счастливы на то что я сейчас могу сделать наука вот сейчас чтобы быть в этом состоянии вот прям здесь и сейчас не куда-то туда вот здесь что вас вдохновляло когда в этот дом создавали вдохновлялись потому что внутри очень атмосферно и чувствуется что это дело с вами идеи скорее всего тоже ваши да возможно помогали дизайнеры но мне кажется в моем видении что вы тот тот клиент который четко понимает что он хочет в большинстве своем ну это это действительно так но знаешь как четко понимаем что мы хотим в динамике какой-то да потому что но он он живет до сих пор что-то появляется что-то убирается то есть как это такая постоянная история вдохновляла да наверно как раз это создание знаешь своего гнезда какого-то знаешь это какая-то наше место место нашей семьи место силы да потому что для меня дом это точно место силы то есть это вот то место где я заряжаюсь безусловно расскажи немножко о структуре дома о логистике как ну получается четыре яруса да и немножко это похоже на чакральную систему то есть нулевой там компьютерный клуб там бар спортзал то есть такая знаешь как тяжелая энергия возможность там разгрузиться эмоционально первый уровень до ну получается 2 по количеству снизу здесь уже такая как бы но социальная часть нашей жизни здесь гостиная здесь веранда здесь кабинеты то есть но то где мы как бы взаимодействуем друг с другом выше уже идет третий арус это спальня и соответственно четвертое это такой мой небольшой храм где я уже практикую там нас уже такой больше как бы работа связана с духовным ростом и развитием такое мое место силы уже внутри дома потому что сам дом для меня место силы я из каждой поездки когда возвращаюсь из каждой где бы я ни был как бы мне там хорошо не было я когда приезжаю домой я прям то что я вот я счастлив как бы к тому счастью еще x там не знаю 2 надо как бы прям мне очень хорошо что для тебя важно в твоем пространстве важно не знаешь мне первое слово пришло порядок но порядок и знаешь в какой в какой его части что у каждого места есть свой смысл то есть какой-то вот своя какая-то я в доме в разных локациях разные как бы разное люблю проживать на то есть вот на веранде я люблю посидеть почитать вечером или утром пописать дневник у камина посидеть пообщаться с друзьями ну вот о чем-то таком интересном где-то не знаю в гостиной на кухне мы там можем просто посидеть но для меня это такое место где-то весело и задорно это год как бы там в кабинете поработать если я например хочу поработать но это связано допустим с той же миссии диалоги я буду не в кабинете работать я пойду на четвертый этаж знаешь как будто бы вот но для меня есть вот именно этот порядок на уровне состоянии внутри пространства и порядок вещах в том числе потому что я понимаю что когда вот оно все на своих местах но она играет начинается вот это какая-то очень правильная симфония что ли различных элементов и для меня это важно важно конечно но чем это дом наполняется с точки зрения людей да кем наполняется вот и в этом плане тоже ну наш дом это точно дом где всегда рады друзьям гостям то есть у нас тут ну как бы в целом практически всегда кто-то есть какой то спросить как часто приходят гости достаточно прямо достаточно то есть друзья товарищи партнеры мы здесь по бизнесу можно встречаться общаться родственники то есть но в целом как бы вот такой хаб знаешь там снорильская сестра летит в анапу заедет поживет у нас дядя едет с крыма в ярославль заедет поживет у нас родители едут с питера в анапу заедут остановится не потому что в смысле они то могут и напрямую проехать но всегда там день-другой побыть вместе а как-то просто но иногда даже из-за ритма нет возможности прям весь день побыть но просто так вот вечером собраться у камина и поговорить о чем-то важном как-то синхронизируется вообще то что происходит жизнь друг у друга эта культура она произрастает из твоего детства из твоей семьи или это то что ты принес свою семью в свой род но у меня у меня в целом с учетом то что одна ветка грузинская там вот эта культура гостеприимство она она есть то есть это не то что я тут взял и принес вот наверное внутри нашей семьи я являюсь таким активатором этого да потому что у меня и братья есть и плюс у меня же достаточно длинный военный опыт 9 лет жил в казарме то есть в целом мне привычно быть добыть вопрос даже не условия быть с людьми да то есть как бы быть в коммуникации постоянной вот олечка она немножко другая хотя она тоже расположена к встречам к общению но там скажем так в основном там инициатор я подавать друзей у нас на четвертом этаже проходила возможно первое в мире по крайней мере у ребят кого мы нанимали точно первая страцессия друзей мы собрали всех друзей решили провести страцессии друзьями вообще какие у нас ценности какая у нас может глобальная совместная идея когда поднимался наверх видел в клипчат и здесь как бы ну много таких каких-то прикольных историй случается которые но для меня как раз важны то есть они являются наполнением но и когда здесь тихо и спокойно я тоже люблю а вот я утром просыпаюсь рано и весь дом спит тишина спокойствие и это тоже очень ценно для меня время у Жизнь, созданной девелопером. Не человеком в конкретном поселке или проекте, а сам девелопер должен создавать проект с точки зрения не просто коробок, не просто ландшафта, а полноценной культуры, которая может начинаться от того, что ресторан, который находится на территории, он всегда битком с жильцами, ввиду того, что девелопер продумал так, что люди приходят туда завтракать ежедневно. Туда еженедельно приезжают какие-то повара, мамы отвозят детей в школы, в сады, возвращаются в поселок, встречаются, занимаются, развиваются. Папы приезжают с работы, идут ужинать с соседями, пить вино, курить сигары здесь, либо играть в бильярд, либо играть в футбол, либо еще что-то. По выходным это могут быть какие-то концепции TEDx для родителей, для детей, это может быть метафизика, развитие личности, лидерства, того, что в школах не преподают. Развитие вкуса, эстетики, понятие культуры. Я думаю, что это понятие даже шире, чем просто загородная недвижимость. Мне кажется, это глобальная социальная задача создания единой культуры или разных культур, чтобы у людей под ногами появилась какая-то почва. Ну и, конечно, внутренняя культура индивидуально у каждого. Говоря о нашем рынке здесь, в Москве, на твой взгляд, чего здесь не хватает с точки зрения загородных продуктов? То есть город, окей, он насыщен, там много всего, и культура есть, и продукт есть. Если говорить про загород, и чего тебе, как потребителю, не хватает, может быть, с точки зрения продукта, сервиса? На самом деле, ну, давай так, может быть, я не вижу, да, но, а может быть, действительно нет продуктов, у которых есть какой-то смысл, ядро какое-то, вокруг чего это собрано. То есть мы сейчас, большая часть того, что я, ну, там, я как поселки вижу, это просто какое-то количество домов на каком-то количестве улиц. Никакой смысловой начинки, про что этот поселок, кто там собирается. Я слышал, что есть такой проект на востоке Москвы, что там, ну, я, к сожалению, сейчас не вспомню название, что там есть поселок, где вот как раз ребята работают со смысловой частью, то есть там и школа, в том числе, ну, как бы строится, да, там, под детей с определенным уклоном, да, там, по-моему, они систему Жухова берут за основу. О, мурашки потел, я знаю ребят, которые направление это развивают. Вот, и я думаю, что вот прежде всего мне лично этого, да, потому что действительно хочется жить в окружении единомышленников, но единомышленники, они собираются на какой-то смысл. Сейчас на уровне единомышленников это размер твоего бюджета. Ну, да, да, но опять же, ну, а потом... Которые не общаются между собой, единомышленники. Я могу, знаешь, не могу, конечно, однозначно взять на себя как-то весь этот результат, но я точно, например, был тем, кто сделал вклад в то, что в этом поселке здороваться начали. Потому что, когда мы переехали сюда в 2018, я тебе по чесноку скажу, вообще, ну, как бы идешь, здравствуйте, и тишина просто, просто, и тишина, то есть ты такой, как будто тебя не заметили, такой идешь, думаешь, ну, ладно, такой, знаешь, грустный какой-то, ну, то есть вот так, да, ну, как бы просто вот это постоянно здравствуйте, здравствуйте, а я люблю гулять, вот, и, возможно, в какой-то момент, ну, я уже просто надоелся, мы начали в ответку. Понятно, что не только я, да, но это действительно, вот я там за эти четыре года наблюдаю, как хлоп, и здесь стало, ну, в моем понимании, намного дружелюбнее, да, то есть как бы есть общение. И то, все равно это, говорю, не одно и то же, как если бы это было создано, говорю, вокруг какой-то определенной смысловой составляющей, да, когда, там, не знаю, это поселок людей, которые, там, не знаю, вот в этой отрасли творят вместе, да, или, там, у них есть схожие ценности, да, когда там есть, в том числе, общие зоны, потому что, вот, я когда фантазировал, да, на тему вот этого, ну, города, пространства, да, как оно может быть, и в том числе уже, там, анализируя свой опыт, да, вот, ну, как бы я построил дом, я понимаю, что у меня часть этой площади, она, ну, как бы, она функциональна, но она мне нет нужды, чтобы она была у меня в доме. Зачем мне в доме спортзал, да, ну, как бы я закрываю необходимый спортзал, потому что здесь нет, как бы, какого-то клевого спортзала, в общем, но если бы он был, я бы его не делал, да, и если вот так создавать, как бы, поселки с внутренней инфраструктурой, где люди могут встречаться, да, не просто, да, типа, как, чтобы, там, продать подороже дома, когда эта часть, вот, как апартаменты, например, в отеле, да, ты покупаешь, у тебя есть целая инфраструктура, бассейны, да, ты платишь за это, да, то есть, ну, нет проблемы, пусть это будет, как обон платеж, но ты действительно можешь пользоваться, и там, в том числе, происходит коммуникация, когда там есть, не знаю, там, библиотечный зал, да, где вы приходите, почитали книги, ну, там, читаете книги, общаетесь, то есть, ну, как бы, возникает это комьюнити. Отсюда вопрос аудитории, на самом деле, потому что я, я поясню, я впервые произнес фразу, что у всего должен быть смысл, у любого продукта действия должен быть смысл для потребителя, который читается, то тогда я был не понят, да, ну, 20 лет, а 12 лет назад было, это там, там, что-то, там, что-то продажи какие-то, финансовые компании, тогда это не было особо понятым. Я продолжаю разделять то, что ты сказал, по крайней мере, для меня очень важно насытить все смыслом, если смысла нет, я либо его приношу, либо меня в этом месте просто нет, да, вот насколько вам, как потребителю того или иного продукта, будь то недвижимость, либо еще что-то, важен смысл, который должен читаться, притягивает ли он вас, является ли это добавочной стоимостью, является ли это неким триггером для приобретения, напишите в комментариях. Здесь знаешь, к смыслу, я бы, может быть, добавил, чтобы было понимать, да, что смысл, он не живет без людей, да, и смысл он собирает вокруг этого людей, то есть не просто насколько важен смысл, а насколько важен смысл, и люди рядом с вами, вот, которые, ваши соседи, которые разделяют этот же смысл, он для вас важен, и они, да, и они так же, как бы, ну, горят этой идеей, вы вместе дальше уже вокруг этого, ну, строите свое сообщество мини, да, потому что, ну, это же действительно пространство, где мы проводим большую часть жизни, да, то есть наш дом, да, и когда ты не общаешься с соседями, когда у тебя с ними контра, ну, это никак не полная жизнь. Ну, тут есть, мне кажется, такая прям еще и социальная проблематика, там и дом, это немногие общаются, то есть люди могут жить и годами, и с детьми особо не общаться, и с чем они общаются, по сути, это вот общаются, это хорошо, если там книжки читаются, да? Ну, это суррогат общения, да, то есть здесь же вопрос про то, куда мы все в итоге придем, да, то есть я искренне верю, что несмотря на то, что нас тут колбасит как следует, да, я имею в виду в целом, как бы, и как общество, да, но в итоге должно это все, ну, это либо нас должно уничтожить, ну, потому что я не вижу просто возможности для существующей системы дальнейшей, да, то есть, ну, либо полное порабощение, либо полное уничтожение, либо все-таки освобождение, но освобождение, это выбор каждого из нас, да, ну, в смысле, на месте, если, упс, не, я говорю, вообще она, это она, да, та самая, да, вот, и это же выбор, говорю, каждого из нас, да, то есть, если мы здесь начинаем, держите вот это ощущение, что важно, настоящий контакт, не просто вот этот суррогат, да, типа, вот у меня там много лайков или комментариев, но это же как бы не значит, что у тебя отношения есть с людьми, это, к сожалению, даже не значит, что у тебя есть отношения с самим собой, а не то, что с кем-то. Мы когда с тобой знакомились, ты рассказывал мне историю, что, по сути, когда вы ввязывались в эту сделку, в покупку, да, не было всей суммы и не было понимания, такой уверенности не было, то есть, это была некая такая... Прыжок веры, я это так называю, это был прыжок веры, да, у нас просто был до этого опыт, когда мы покупали коммерческие недвижимости, когда мы так же вписались на покупку 70 миллионов с двумя с половиной, вот, и здесь была похожая история, то есть, у нас был вот этот авант с десятком, мы понимали, что мы продадим наш дом за какие-то деньги, еще закинем, да, и дальше, там, как бы, ну, будем просто работать, мы понимали, тогда у нас доход был где-то миллионов пять месяцев, да, мы понимали, что, ну, как-то будем закидывать, там, если что, где-то что-то перехватить, ну, как-то, что-то такая, знаешь, готовность действовать, вот, а как итог, мы за год еще успели, то есть, мы, когда купили уже, мы зашли, погуляли еще раз по этому дому, который купили, и у нас еще одна вилочка встала, такая, знаешь, типа, реконструировать или сносить, и это очень разные бюджеты, ну, ты понимаешь, да, что заново сделать, или как бы, и мы тогда ходили-ходили-ходили, а потом такие, типа, блин, ну, это же наша, как бы, мечта, да, и вот согласиться, да, сейчас, что мы тут как-то его, там, подмажем, как-то, да, мы не будем просто жить дальше, ну, в полном удовлетворении, мы решили, что мы его сносим и строим, и тут я поставил себе эту легендарную для меня лично цель, Новый год спраздновать дома, и это было ровно через год, как вот мы вот там все, точнее, в октябре мы уже полностью сделали сделку, и вот в ноябре мы снесли дом, и в следующем году, в декабре, мы уже праздновали здесь Новый год. Стройка была... Сколько он вам обошелся, с учетом земли? Ну, я думаю, что где-то в районе 150, там, потому что какое-то количество денег уже, вот хвост, мы уже просто загружали. Вот он примерно сейчас будет стоить примерно в хорошем, в лучшем случае, вернем, если сейчас бы вы продавали его, в лучшем случае, я поанализировал, его сложно сравнивать с домами здесь, потому что здесь они стоят других денег, и они качество другого архитектуры, другой, выбрать не из чего, да, 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 и глупо было бы сравнивать только с внутренним, есть рынок, а вот такой дом будет где-то, наверное, как раз 120-150 миллионов рублей, да. Я, знаешь, я давно уже понял, что загородные дома, ну, если, конечно, как-то особенно, ну, как бы вот особенно как-то не подходить с точки зрения, а как ты дальше его будешь продавать, вот, что это всегда такая история очень-очень, знаешь, как бы на любителя, то есть, ну, вот как у нас, да, там, пришел человек, купил, да, хотя мы когда-то тот дом, который мы продали, мы его купили за 12, а продали за 24-500, вот, здесь такая же история, то есть, но... рынок очень странно, да, то есть, то, что ты смотрел, как бы, ну, тут предложение, оно в основном... Ну, просчитать это возможно, и с учетом нашего опыта и своего опыта профессионального, я могу сказать, что, да, действительно, немногие об этом думают, потому что они находятся в состоянии, они делают мечту, но они потом вспоминают, и многие вспоминают, как бы, с горечью, потому что когда ты выходишь на рынок, ты думаешь, так, сколько я там купил, ага, сколько я там вложил, сколько там у меня этот унитаз стоит, Вот она цифра, а эта цифра в полтора раза выше среднерыночного, он пробует, 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 а потом уходит с нулем, с минусом. Мы в этом случае, я не скажу, что говорю, как-то особенно замарочить, мы просто делали дом для себя. Поэтому я думаю, что, наверное, так оно и есть, что так оно и стоит. Что ты выделишь из основных достоинств жизни загородной? Для тебя, для вас, для вашей семьи? Другое ощущение. Ты знаешь, я физически чувствую изменения, когда я возвращаюсь в город. То есть город, такой ритмный такой, ну вопрос даже не то, что высасывающий, вопрос в том, что он тебя захватывает и начинает забирать, динамика, динамика, динамика. Я сюда приезжаю, я понимаю, что я отдыхаюсь, мне хорошо. Детям здесь однозначно мое понимание лучшее. Друзья в поселке, они побегают и побежали. Школа тоже рядом у них. Да, школа тут вообще, в моем понимании, одна из лучших. В этом плане, кстати, здесь хороший и район, и сам поселок, потому что все есть. То есть на территории поселка есть все, что нужно. Поэтому там, когда карантин был, у нас просто не было нужды ездить в город. Ну как бы все здесь было. Вот поэтому, ну первое, это вот, говорю, другое ощущение себя, да, здесь. Второе, это в целом вот эта возможность быть на природе. Потому что для меня коммуникация, говорю, с землей, с деревьями, там просто вот иметь возможность смотреть на зелень, она важна. И плюс пространство, потому что все равно, какая бы квартира ни была большая, все равно это не дом. Да, то есть вот эту, как бы, возможность взять, выйти с порога вот так вот. Как бы, знаешь, вот это, я понимаю, что в квартире все равно это как-то по-другому. Да, то есть ты там вот как-то встроен в какой-то этаж. Есть ли понимание и видение некого следующего уровня жизни? По дому? Это вот, это вот красавчик. Все очень уютненько, красивенько. Что дальше может быть? Есть, есть. Причем у меня даже, знаешь, у меня этот план отрисован, надо, конечно, поискать. Не уверен, что я сейчас сходу его найду. Но я когда ходил в Тибет, на Кору как раз ездил. Кайлас? Да, 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 да. И на обратном пути у меня вдруг что-то в самолете возникло желание нарисовать дом. Ну, то есть как бы тоже, даже для меня не очень такое ординарное желание, потому что я там, ну, как бы, не архитектор. Вот. И я тогда для себя такой некий проектик накидал. И я на самом деле его хотел бы и здесь реализовать. То есть этот проект я нарисовал до этого. Вот. Но здесь не позволяла площадь, потому что там мне уже хочется с такой зимней ожерей. Ну, в общем, у меня есть понимание, что я хочу как некий такой уже, как бы, ну, если можно так сказать, финальный. Да, то есть вот это уже как бы родовое гнездо, которое я уже буду дальше передавать своим детям. А что это за место потенциально может быть? Место, хороший вопрос. Скорее всего, это не Москва. Знаешь, как, это не Москва с точки зрения того, что это, скорее всего, все-таки не близко к Москве, но сама полоса мне очень нравится. Да, то есть все равно я, несмотря на то, что в той или иной мере ощущаю себя человеком мира, я очень, ну, как бы, что-ли привязан, да. То есть, ну, я вот прям люблю нашу природу, я люблю нашу страну, и у меня, ну, пока, да, пока мне это больше видится, как такие вот, знаешь, наши сосны, там, знаешь, просто старый хвойный лес, знаешь, вот что-то такое. Это не отменяет того, что будут просто и другие локации, да, потому что я хочу на Алтае, да, место. Я хочу... Я тебя поддержу с удовольствием на Алтае, прям вот я прям вижу там полноценную общину, в хорошем смысле слова, в современном смысле этого слова, туда, куда могут приехать созвучные люди, которые уже не привязаны к городу, где будет культивироваться вообще другой формат в своем отношении, труда, созидания, свободы, ценностей. И ты не понимаешь, но я прям вижу эту историю, то есть вот я ее последние два месяца, я прям вижу, я прям вот закрываю глаза, я вижу, как я встаю, как я подхожу к окну, это долина, это долина вот в какой-то пропорции застроена, ты каждого человека там знаешь. Да, да. И это не как бы, это не староверы, это вот, это вот эти же люди с детьми, у которых есть бизнес там, 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 это может быть вообще мировой бизнес, да, но он может делаться там. Город нового времени, это одна из моих месяцев. И системы, которые у этих людей, микросистемы, разбросанные по всему миру, каждый из них создает что-то. Сделаем это? У меня ребята знакомые купили очень большой участок там, у подноживей. Я ж еду сейчас на Алтай как раз, в июне буду смотреть земли, почему мы в прошлом году ездили, смотрели. Я в августе буду так вот, в августе, кстати, скорее всего мы тоже поедем еще раз, потому что мы в этом году хотим все-таки уже найти ее. Вот и сейчас мы поедем, я буду 9 дней, там, ну, часть с ребятами, там, 3 дня, с Великой, с компанией будем, а потом 6 дней мы хотим просто взять машину, вот, покататься, куда в глазах взят, поискать, найти это место, как бы почувствовать. А какая часть Алтая? Я, знаешь, как я все равно в этом плане, ну, стараюсь мыслить практично, да, и я смотрю, чтобы это было, ну, там, 2-3 часа от города Алтайского города, то есть, чтобы все-таки это не превращалось в такой, знаешь, типа, и вот мы живем, потому что Белуха, например, место чудесное, я туда, ну, как бы летал с вертолет, смотрел, да, ну, 5 до того места, где ты можешь пересесть на оленей, вот, как бы еще там какое-то время, понимаете, то есть там, как бы, ну, это целое путешествие, хотя место безумное, да, то есть, как бы, если там можно было бы, ну, действительно там полноценно жить, а вот это пространство, о котором ты говоришь, я, ну, говорю, то, что ты описывал, это, ну, мы смотрим в одно окно, вот, ну, там, в том числе должен быть интернет, для того, чтобы это действительно, ну, было функционально, что мы можем уехать туда и оттуда творить, создавать, созидать, и сейчас, благо, ну, время такое, когда нет необходимости быть именно в Подмосковье, или, там, в Москве, да, для того, чтобы делать там международный бизнес, и, да, это, ну, говорю, надо просто взять и сделать это. Деньги, это энергия, как раскачивать в себе этот магнитизм? Хороший вопрос, как раскачивать, ну, в моем случае это всегда про настоящее желание, про настоящие цели, что тебе этого действительно хочется, и тогда вся вселенная начинает помогать тебе. Прежде всего прожить свой опыт полно, да, и уже после этого реализовать тот творческий потенциал, те фантазии, которые у меня есть, да, и там уже дальше можно структурировать на создать город будущего, да, на то, чтобы создать систему образовательную, которая может помочь людям перейти к пониманию того, что мой единый организм научиться жить, следуя этому, в том числе развиваться, чтобы быть проявленными, чтобы жить полной жизнью. Куда ты смотришь и что делаешь в момент глобального перехода? Смотрю в себя, смотрю в служение, свое служение внешнему миру, ввиду того, что накоплено достаточное количество энергии, любви для того, чтобы передать это дальше, через свой продукт, либо какую-то там благотворительную деятельность, созидательную деятельность, осознавая единство всего и себя единым со всеми, и видя, как это единство, с которым ты связан, испытывает большие трудности на уровне социума, я не могу это игнорировать, соответственно, я делаю действия созидательные в формате служения, но, безусловно, я думаю о том, чтобы создавать продукты, которые могут расширять разно подготовленное сознание людей, то есть, если с одними я там нахожусь в едином поле сообщества и говорю о каких-то более широких форматах, потому что там сознание готово, для менее готового я там, например, создаю продукт с тревелом, где я человека могу вроде бы просто отвести куда-то, переключиться, а там он пробуждается на каком-то уровне, либо я делаю там какой-то сервис на рынке недвижимости, но просто своей услугой, своим подходом, своей глубиной, своей заботой, своим вниманием показываю, что такое действительно еще есть, это все не только про деньги, да, и это еще и про людей, но в первую очередь, отвечая на твой вопрос, я занимаюсь собой ежедневно, каждое утро, каждый вечер, в тишине я занимаюсь собой, не на уровне ума, а на уровне вообще всех своих тел, которых у нас десять, и, к сожалению, пока немногие об этом знают. Террасы, короче, рисовые террасы. Пока подготовили клумбу, у нас тут клубника была, я в этом году хочу засадить как раз уже под чай разными травами, немножко это погрузиться в эту тему. Блин, это очень, ну просто посмотри какая красота, ну Игорь, ну вообще... А там, кстати, это же герб нашего рода. На доме он там, да? Да, ну с той стороны. Ну я в доме видел тоже. Причем, ну у меня же, я в какой-то момент начал там ковырять родословную, вот я в рамках своего генеалогического исследования до туда не докопал, но вообще фамилия сама Мгеладзе, она в дворянской книге Крузинских родов, да-да-да, то есть я не докопал до того, чтобы соединить этим. Но я к чему, что у него, соответственно, есть свой герб. И мы в какой-то момент решили, что почему нам взять и не начинать, как бы не можем до туда докопать, почему нам не начать родословную. Заказали, сделали, насытили смыслами. Хорошо, да? Вот поэтому и не в городе. Ну знаешь, как в городе тоже хорошо. Вот я не могу сказать за себя, что в городе хорошо, меня в городе практически нет, и я себя там не вижу. Понятно, что я вижу там точно созидательную деятельность, всю свою, потому что именно туда нужно этот свет нести. Но жить в коробке, в этом вибрационном, то есть вот когда увеличивается уровень твоей чувствительности, и ты начинаешь чувствовать то, о чем ты говоришь, вот ты прикасаешься, и когда ты имеешь возможность на уровне энергии синхронизироваться с первозданным, то, что делает все здесь живым, включая нас, и оказываешься там, где ты этого не чувствуешь, где ты чувствуешь не ту вибрацию, вот здесь ты стоишь, ты чувствуешь вибрацию природы на уровне звука птиц, пения птиц, на уровне ветра, и ты чувствуешь это всем своим телом. Там ты этого не чувствуешь, тебя как будто там лишают контакта естественного, да. И это норма, в которой очень многие привыкли жить, и это, наверное, нормально, но в какой-то момент мы по-разному пробуждаемся, да, то есть 10 лет назад это звучало очень смешно, 5 лет назад вроде бы как-то уже начали уже странно принимать, сейчас это просто вот оно, об этом на каждом углу говорят, да, то есть ты просто пробуждаешься, и в какой-то момент ты понимаешь, что это какой-то, а где жизнь-то, это не жизнь, а где жизнь, и тут начинаешь искать, а жизнь-то она... Я недавно задумался о том, что огромное количество людей, возможно, подавляющее, не соприкасается голыми ногами с землей, там чаще одного раза в году, знаешь, вот они съездили в отпуск, как бы и там как-то вообще, да, и даже не обратили внимание, что произошло, а вот я прям ощущаю это. Я наблюдаю сейчас следующую тенденцию социальную, что, ну, как бы мы жили испокон веков, идеологически всегда, вокруг некой материальной составляющей, в гонке за деньгами. Сейчас как будто вот этот вот фундаймент немножко разрушается, или разрушается не немножко серьезно, да, время меняется, течение меняется, переход, неважно, как угодно это можно называть, начинает развиваться активно и вылазить некую, выходить на поверхность понятие духовности, которое многих пугает, ввиду того, что люди переживают, что вот сейчас я как бы за духовное ухвачусь и вообще потеряю связь с материальным, да. Ты яркий пример соединения материального и духовного. Ну, мне это очевидно, я сам в этом же коннекте нахожусь, я тебя очень хорошо понимаю. Да, и в то же время, почему я этот вопрос задаю, потому что я в какой-то момент сделал сообщество, и туда пришло большое количество людей, и они пришли за тем, что они увидели некую глубину духовную, которая на грани с материальным, то есть ты не где-то там оброс бородой и волосами, да, ты как бы активно развиваешься в социально-материальном, экономическом мире, да, но в то же время есть вот эта вот какая-то там бесконечность мудрости, да. Где это соединение в твоем случае, вот если там большое количество людей сейчас задается этим вопросом, где это соединение? Оно в итоге, наверное, в действии, да, то есть вот, ну, духовное, да, если так попробовать, ну, как-то порассуждать на это, потому что понятно, что это термины такие, да, которые в целом можно прояснять, и это длинный такой достаточно разговор, вот, вот, но это, это тонкий план, да, то есть это начинается, ну, вот работа, она начинается с наших мыслей, с нашего состояния, да, и вот это такой, типа, наш духовный план. Прояснение. Вот, да, то есть как бы, ну, такая вот внутренняя работа, да, материально это вот уже, вот, как бы там, пошел, там, кресло перенес, пошел, купил, пошел работу какую-то сделал, и вот в этом действии, да, как раз происходит соединение, то есть если у тебя внутри, да, вот как у меня это ощущается, если у меня внутри есть согласие, да, то есть если я понимаю, что это мое, я понимаю, какое благо я хочу через это действие совершить, то у меня и сам поступок, он выходит, даже, знаешь, слово, вот, правильно, наверное, хочется сказать правильно, но правильно это не совсем, да, потому что, как бы, нет правильного, неправильного, то есть оно наполненное, да, действие наполненное смыслом, наполненное вот этой энергией, которая, в моем понимании, уже дает возможность дальше как-то распаковываться, да, не просто, как бы, я совершил из, допустим, ограниченности своей внутренней действия, взял что-то из системы и все, да, и, как бы, вот, не идет дальше роста, да, то есть я оттуда что-то выхватил, как бы, съел и все, и закончилось. Вот, вот это такая, как бы, позиция, в моем понимании, когда у тебя с точки зрения проявления действия, оно наполнено такой вот, как бы, как бы, желанием забрать, да. Духовное, ну, если так можно говорить, оно же часто и альтруистическим вот этим импульсом наполнено, да, но альтруистическим никак, говорю, опять же, там, отлетел и все, там, мне ничего не нужно, я на фруктах и воде, вот, хотя это тоже путь, да, просто мне на текущий момент он, ну, как бы, я его не могу постичь, да, то есть, может быть и рад бы, но пока просто не могу его впустить полностью в свою жизнь. Вот, и я просто понимаю, что вот это соединение, когда я через поступок свой стараюсь привнести, да, но при этом не исключаю возможности для пространства мне дать, да, то есть, как бы, вот я отдаю и получаю, а не отдаю, чтобы получать, да, то есть, это как бы... Я был на встрече у тебя в Арканоме, помнишь, я тебе как-то произвонил, интересовался темой компенсаторики, и я не помню, как девушку звали, я к ней приходил. Мила. 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 Нами сказала очень хорошую фразу, очень хорошую. Она сказала, Стас, материальные вопросы решаются в материальной плоскости. Очевидно, но тогда это было просто переворот, то есть, вот, если мы берем глобальное общество, беспокойство у всех на уровне материального, но не потому, что материального не достает, потому что в духовном там нет подосновок, там пустота, есть единственный фундамент материальный, который очень хрупкий, да, соответственно, духовный вопрос должен решаться в духовной плоскости, его невозможно решить в материальной, да, а материальный ты берешь с этим духовным, духовной наполненностью, кругозором, полнотой, вот этой духовной энергии, творческой энергии, созидательной энергии, переходишь в поле материального, и вот из этого отклика доверенного, когда ты чувствуешь полноту и чувствуешь фундамент, ты просто творишь, да, Девяностое – это уже хороший возраст такой, это уже возраст мудреца, я думаю, что это Алтай, это что-то, скорее всего, удаленное, быстрой и динамичной жизни, это общение с теми, кто готов разбираться в себе, это передача той мудрости и тех знаний, которые накоплены за эти 90 лет, и это служение внутри того пространства, в котором я буду жить, будь то созданное мною, нами, село, город или какая-то другая форма для жизни, но это вклад в развитие этой формы и передача знаний, которые были накоплены. Как бы ты характеризовал свою плитуру жизни, твоя персональная плитура жизни? Поиск. Поиск исследования. Единство, доброжелательность, уважение, уважение равно любовь, то есть для меня очень схожие понятия, включенные одно в другое, взаимопомощь. Стремление сделать вклад и развиваться. Сегодня мои клиенты нуждаются в... Вот приходит забота, в заботе о их уровне жизни, об их уровне качества, об их капитале, потому что немногие понимают, а как этим распоряжаться. Я вот на днях закрывал сделку, женщина достаточно успешной, очень состоятельной, очень умной, очень предприимчивой. Она говорит, слушай, я отлично зарабатываю деньги, но я не понимаю, как с ними поступать, что с ними нужно делать. Соответственно, у меня много неудачных проектов, что куда-то я вложилась, я с какими-то партнерами не теми зашла. И этим людям нужно помочь правильно распорядиться этими деньгами. Не с точки зрения куда-то их вкинуть, а с точки зрения, чтобы это было ликвидно, чтобы выход был понятный и доступный и своевременный. Одна категория клиентов думает о том, чтобы сохранить нажитое, потому что в период экономических, геополитических и социальных изменений становится страшно за то, чему ты посвятил десятки лет, наработав, заработав капитал, все это может быстро сдуться. Соответственно, это нужно как-то грамотно заземлить, и желательно не только на территории России. Соответственно, мы помогаем здесь заземлить через недвижку, мы помогаем заземлить где-то за пределами территории России для того, чтобы в более устойчивой экономике находились деньги. Часть клиентов нуждаются сегодня в быстром выходе из своих активов, что мы тоже помогаем сделать для того, чтобы высвободить деньги и сделать то же самое, что и предыдущие, заземлить их где-то не в России, потому что люди переживают за кризис. Мое отношение ко всему происходящему, что, ну, знаешь, я тут недавно мем такой увидел, что наше поколение много лет говорило о том, что ну вот они в 90-е, значит, на приватизации там все получили. Великолепно мы заходим в тот же самый период. У каждого сегодня есть возможность в этот кризисный период правильно себя проявить. Конечно, не так, как это было в культуре ранее, да, каким-то непонятным образом, а вполне цивилизованно в период сложности, пока все пробуют выжить, защититься, уехать, ты можешь как раз-таки направить эту энергию свою, которую ты накопил, и жизненные силы на создание чего-то в новом мире с избыточной ценностью и забрать какую-то долю рынка экологичную. Происходит социальное разрушение на уровне каждого отдельно взятого индивида. То есть сегодня подсвечивается то, что у каждого из нас в большинстве своем отсутствует персональная культура, отсутствует система ценности, и ввиду этого отсутствует некая почва под ногами. То есть мы всегда стояли на каких-то предложенных нам концепциях. Эти концепции быстро меняются. Сегодня они не просто меняются, это, знаешь, просто разъезжается плоскость под тобой, и ты остаешься в беспочвенном каком-то состоянии, и логично, что за счет физики тебя просто начинает прибивать вниз. Соответственно, каждый из нас должен сегодня подстроить под собой свою культуру, свою систему ценностей как опору, и из нее совершать какие-то действия. Людям больно, люди потеряны, люди устали себя обманывать. Вернее, они только сейчас начали понимать, что они очень долго себя обманывали. И это, наверное, тот самый переход, о котором мы говорим. Многие говорят, пишут, и это стало просто очевидным для многих. Для тех, кто даже был очень далек от этой темы, сегодня он понимает, что что-то меняется, и меняется не только на уровне экономики и геополитики. Меняется вся начинка, должна проявиться какая-то истинная природа, истинная программа, которая внутри каждого из нас живет. Субтитры создавал DimaTorzok